Среди украинских беженцев, которые вынуждены были бежать от войны, как известно, очень много детей и подростков, в том числе и юных спортсменов, которые также на время нашли приют в Латвии. Но в отличие от своих сверстников, им немного легче получилось адаптироваться к новой жизни и новому месту. И все благодаря спорту. Украинские атлеты достаточно гармонично влили в спортивную жизнь нашей страны. Юные баскетболисты, хоккеисты, волейболисты и футболисты весной были заявлены в латвийские команды и уже официально принимают участие в соревнованиях. То же самое относится к велогонщикам. Программа «Новый день» отправилась в Мурине, где вот уже два месяца в служебной гостинице местной спортивной гимназии живет команда из Николаева. Это почти 20 мальчишек и девчонок в возрасте до 18 лет со своими тренерами. «Скучать им не приходится. Чуть ли не каждые выходные у них соревнования. В Риге и Кулдзиге, Салкрасты и Смилтоны». Тем не менее, как это ни странно, наше знакомство произошло на матче гандбольного чемпионата Латвии, так как в полном составе ребята пришли поболеть за игроков Муринской спортивной гимназии. Пока они наблюдали за этим матчем, мы пообщались с их наставниками. Первый вопрос касался самочувствия и комфорта. «Поначалу, когда мы приехали, у них куча эмоций было. Они такие довольные были, что вырвались, ну, скажем так, от этих бомбежек. А сейчас уже, смотрю, начали немножко скучать. Скучать как-то, переживать больше за родителей, ну, те, которые там остались. Вот. Ну, как-то так трошки грустновато им стало. Но мы стараемся их немножко отвлекать, стараемся принимать там участие в разных мероприятиях латышских». «Определенный километр, который нам надо было, мы уже его проехали, уже немножко крепли, потому что мы дома пропустили практически месяц. И надо было нам втяжить все периоды. Вот он у нас прошел». Наш разговор нет-нет, да и переносился в Николаев, откуда приехала команда. И это вполне понятно. «Постоянно звоним друзьям, родителям детей. Родители звонят к нам. Конечно, все-все мы это держим, как говорят, на пульсе. Держим на пульсе. Ну, одна проблема у Николая – вода, вода, вода. Ну, а также оно же всеобщее настроение передается, потому что каждый день от родителей звонят. Родители звонят, что там, что там, что там. Ага, там дом разбомбил, ага, плохо. А тут раз, вот что-то. А что хорошее? А в воду запустили. Ага, уже хорошо, уже веселей как-то. То, что здесь отвлекается мероприятие, то, что здесь уже другая обстановка, даже те соревнования, оно немножко забывается и чуть-чуть притупляется вот это у детей. Ну, так оно и должно быть, потому что эти раны, которые в детском возрасте наносятся, они долго заживают потом. Так что это будет помнится. Отдельный разговор – это тренировочный процесс. Каким он был в Украине и каким стал в Латвии? В чем особенности нынешних условий, в которых оказались их подопечные? И в чем фишка Сигулды? Мы разделяем детей по возрастам. Славик выезжает больше старшей группой детей, а я выезжаю с младшими непосредственно. Помогает нам, конечно, финансирует еще наша федерация велосипедная спорта Украины. Они нам выделяют деньги на бензин. Вот, поэтому мы, ну, благодаря им мы можем поддерживать нашу физическую форму. Вот. И тот непосредственно тот план, который нам нужен для того, чтобы показать хороший спортивный результат. Даже лучше здесь можно подготовиться, чем у нас в Николаеве. Сигул, да. Вот этот подъем, который очень… У нас такого нету. У нас равнина, степь, да. У нас тепло, хорошо. У нас подсолнухи, у нас пшеница. Но у нас нету горы. А для велоспорта, потому что в основном все соревнования, которые рейтинговые, ну, а также вот эти чемпионаты мира, Европы все стараются проводить на горных трассах, где именно проверяются сильные спортсмены. Вот. И вот в целях подготовки это Сигулская горка. Очень хорошая. Туда, обратно, туда, обратно. Тут еще один такой нюанс. У нас здесь пять юниорок, те, которые в составе сборной Украины. Вот. И буквально два дня назад нам звонил старший тренер сборной Украины по юниоркам и спрашивал, в каком состоянии девочки, потому что война войной, а в августе чемпионат Европы. Мы надеемся, что наши люди все-таки попадут туда. То, поэтому нам, конечно, старты очень нужны. Станислав и Елена подробно рассказывают о той помощи, которую они получают со стороны Латвийской Федерации Велоспорта все это время. А еще о том, где находятся в эти дни другие подобные велогруппы Украины. Все-таки 20 человек детей, каждый раз что-то ломается. То мы обращаемся вот в Федерацию Латвии. Вот. Немножко помогают. Наша Федерация тоже нам немножко помогает. Наступает такой период, как вам сказать, все изнашивается. Так что скоро, может быть, нам придется еще раз обращаться. Резина стирается, то стирается. Кстати, у нас самая большая здесь группа. Самая многочисленная, да. Три группы в Польше. Три группы в Польше. В Италии две группы. В Швейцарии. В Литве группа одна. В Швейцарии. Ну и в Эстонии. И в Эстонии, да. В Эстонии с Чернигова они самые последние приехали. И казалось бы, что там у них самые большие вот беды. Но как-то они самые последние приехали. И там ограниченное количество детей. Ну у них так получилось, что выезжали. Уже родители повыезжали по разным странам. И тренер уже их собирал непосредственно по разным. А те, которые вот, например, в Швейцарии группа. У них в это время проходили соревнования по треку во Львове. И начинается война. И буквально через несколько дней всю сборную Украины по треку их сразу забрали в Швейцарию. Ну что ж, пора познакомиться поближе с будущими звездами украинского велоспорта. Две Юлии, Лера и Оля оказались самыми смелыми. Как пришли они в велоспорт? Как проводят время в Латвии? Нравится ли им здесь тренироваться? Нам тут нравится. Мы тренируемся, отдыхаем иногда, делаем уроки, учимся. К нам очень приятно все относятся. Рады, что нас здесь приняли. В наши дни проходит тренировка, учеба, перекус, покушать, покупаться. Нам нравится. Юлия, если сравнивать, как вы тренировались в Николаеве и здесь, есть какие-то отличия или, в принципе, то же самое все? В принципе, точно так же тренируемся, как и в Николаеве. Единственное, тут мы тренируемся. К нам еще приехали мальчики, мы тренируемся с мальчиками. Тут другое ведение гонки и немножко сильнее соперники. А так, в принципе, одно и то же. Я пришла на велоспорт, я с другого города, я не с Николаева, я с Николаевской области, с Первомайска. И я пришла на велоспорт в 9 лет и тренируюсь, вот 17 лет до сих пор тренируюсь. Перешла в Николаевскую команду, в училище велоспорта. Ну, я много какими спортами занималась в детстве и пришла вот на велоспорт, и мне понравилось, и я осталась так до сих пор. В будущем хочется чего-то добиться, но сложно пока говорить об этом. Ну, у меня история, в принципе, похожая. У нас был урок физкультуры, к нам пришел тренер, сделал объявление, что есть вот секция велоспорта. Ну, типа, кто хочет, тот приходит заниматься. Я и пришла. Так как девочки учатся в 11-м классе, заканчивают среднюю школу и сдают выпускные экзамены, то вопрос учебы появился сам собой. А еще они признались, что больше всего их удивило в Латвии. С учебой все хорошо, продвигается. Отличница? Хорошистка. Хорошистка. Мы заканчиваем у нас в Украине 11-й класс, ну, как выпускной. Вот, как-то так. Как-то будем тут писать, как, ну, экзамены. Наверное, удивило то, что тут так много, очень много природы вот рядом, вот вокруг нас, очень много леса и очень много, ну, мы живем в городе и в основном это дома, дома, там машины и все, ну, и все такое. А тут как-то очень много природы, много, ну, много природы, вот. Вот, вчера мы видели, кто это был, косули. Косули, наверное. Косули, да, и это вообще что-то было такое, оооо. Как в зоопарке, да, кто-то ходит там, да. У нас такое правда, наверное, только в зоопарке и увидишь, а так, 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 не знаю, так, наверное, нет. Напоследок я пожелал моим прелестным собеседницам поскорее возвратиться домой, вернуться к нормальной жизни и вновь оказаться в окружении своих родных и близких. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Скучаете по дому? Да. Да, очень скучаю. Хотите вернуться? Да. Конечно, хочется. Красиво едут, а? Красиво едут, а?